я в этом выпуске вас приглашаю вместе с нами позавтракать в ресторанчике отведать турецкий завтрак мы зашли в ресторан который находится у нас возле дома чтобы покушать турецкий завтрак вот очень долго выбираем очень сложно нам все это ну мне все равно заказывать хочешь у меня есть переводчик оффлайн версия но переводит он конечно очень печально еще здесь есть сладости сейчас я покажу вот сладости конечно просто бомбически выглядит это все настолько клево сейчас обязательно закажем кофе и отведаем какие-нибудь вкусняшки вон посмотрите целые торты торты из орехов кайф очень вкусно выглядит очень вкусно интерьер заведения великолепно вот все в таком турецком стиле как они любят шикарно красиво выглядит на 7 ты все заказала так короче настика заказала большой завтрак получается ну ладно короче все все подряд и еще сладко кофе заказала 2 отлично сейчас пацаны отведаем турецкого завтрака мы вот сколько заходим заведение вот заметили что чай они приносят самую первую очередь хотя мы вообще традиционно пьем чай вообще в последнюю очередь знаете нам было очень сложно объяснить им что мы хотим я причем начал по и английскому типа проекта съезд он такую минуту позвал другого я вот другого выбрать вас мест он горит минуту в итоге уходит пошел за переводчиком принес телефон мы там перевели он такого да не съезд я говорю дайте по меню и вот мы сели смотреть уже непосредственно меню и переводить так принесли нам приборы с спустя пять минут сейчас наверное еда уже подъедет нам принесли завтрак сейчас будем вам показать это просто какой-то нереально огромнейший поднос гляньте как это выглядит о вот так вот красота так картошка подъехала подъехала варенье сейчас подожди радио что-то еще соуса нет вот варенье вот варенье это соуса сейчас правильно расставят красотища так одно яйцо нарезать так еще вареное все кусок сыра так еще сыр еще сыр так короче сыром и сегодня объедимся так а это что у нас а колбаски и сыры это что это шоколадная паста а хлеб мы не заказали а вон до в корзинке вообще красота так ничего не трогайте так вот подъехал хлеб и настеньки сейчас что-то тут поставишь что настика сейчас что-то еще дополнительно заказала смотрим а менэмен называется это блюдо какая-то прожарочка и еще заказали кофе ну что нам приятного аппетита вот такой вот шикарнейший завтрак так еще дополнительно принесли тарелочки всем чтобы мы видим могли все это дело разложить красота кайф друзья кайф да это вот просто огромная порция интересно насколько выйдет чуть позже все покажу как всегда а 50 лир все стоит но ты же еще что-то заказал пацаны короче у нас как обычно отличаются картошку и макают малиновый джем артем берет картошку макает в мед ой даде поэшки ну ради уж так принесли нам еще кофе но насенька говорит что он пахнет как растворимый ну-ка для нормально пахнет так посмотрите пацанам понравилось конечно больше всего сладкое это варенье это они пасу с хлебом наяривают нам в принципе понравились сырым очень вкусная сметана нарезка но это все понятно и яичница тоже прикольно приготовленная у нас есть а вот это очень вкусно на минимум с овощами просто да и вообще здорово ну и хлеб хлеб конечно очень и очень вкусный от себя готов сказать что это вкусно и это очень-очень много мы даже как напуганные данной стоит на роде мы как напуганы еще заказали вот эти сладенькие десерт которые вам показывал вначале но куда их накидывать я уже не знаю возможно мы просто их с собой возьмем почистили мы стол конечно прилично из невкусного это вот оливки зеленые но скорее всего это просто на любителя черные прикольные но их много не съешь сыр вот этот круглый тоже очень вкусный вот так я вам покажу вот этот вот он вкусный ну пацанам конечно это все это сладкое зашло вот эти соуса тоже очень необычные сладкие сметана я уже говорил очень-очень вкусная кофе на себя сначала сказала типа мол какой-то одноразовый но типа три в одном нет молоко отдельно не принесли достаточно вкусный и возможно дальше еще по второй чашечке выпьем как бы вы не любили кушать но если вы закажете в одного такую поляну я думаю вряд ли у вас получится осилить ее ну вот я сижу какая-то такая ну да завтрак получается сатир но мы еще дополнительно что-то брали поэтому у нас выйдет сейчас наверное рубля на полтора но в целом я такого чай вообще бесплатно принесли вот мне заказывали принесли кофе мы заказывали а чай походу бесплатно ну сейчас чак принесут уже там будет видно дети довольны вон они все грязные шоколадную пасту об себя вытерли одежда на один раз у них сегодня разгуляй варенье шоколадная паста мед картошка free с вареньем да вот такая вот уже полянка которую опустошили выглядит да мы много еще много что еще не доели так у нас все же видите убрали здесь мы попросили счет сейчас посмотрим насколько у нас это завтрак выйдет так кстати вот уже по-моему и несут счет нам осталось разобраться только со сладостями которые настика заказала он нам не у нас не понимает мы просим собой а он не понимает слушайте я не знаю как вообще работаете переводчики но мы друг друга вообще не понимаем уже и на английском уже и на русском и так далее этого подобное и вообще ни в какую мы друг друга вообще не можем понять уже и на английском и на русском на турецком и я не знаю почему у меня кстати яндекс переводчики не знаю может быть нужно google скачать google получше будет но в целом мы не понимаем друг друга но теперь когда он принес мы поняли че вообще он хотел какие-то плоды какие-то через переводчик на переводил теперь все понятно друзья завтраку еще входила вот такая вот тарелка фруктов гранат что это апельсин мандарин и тарелка орехов представляете вот так вот вот я не знаю что мы наделали зачем мы так много всего заказали носить и мы не можем объяснить что мы хотим это собой еще чай слушать это просто какой-то да а ты только это брала а я и друзья я не представляю насколько у нас будет счет есть я больше не могу я не представляю как я не понимаю настена и вот вечно голодная с глазами заказываешь пол бара хорошо что нас не ты не пьет это было бы вообще прикол просто весь барбас упала вот это вот надо давай пацаны кушайте и видно и гранат ешьте свой артем гранат ешьте что вкусно это необычное да это сыр сыр суши как бы нам попросить он не понимает это сыром натуре сыром прикиньте очень вкусная и необычная штука но мы настолько сыты что есть мы больше не можем я очень надеюсь что у меня получилось объяснить ему что нам это все дело нужно упаковать собой вроде он забрал короче все эти пироженки вот фрукты оставил дети он еще кушают но я надеюсь что нам сейчас упакуют это с собой ну что мы победили нам упаковали все это дело с собой я не знаю нас и чё там надо говорю нас ники было еще орешки собой даже за там целая тарелка и объяснять на пакет нам принесли счет сейчас посмотрим сколько у нас там вышла папочка тара 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 ну вообще конечно на самом деле понты так насеньки что-то там насыпали на руки все давайте рассчитываться карточкой все собираемся идти домой значит 152 лиры вот столько это рублей плюс мы оставили еще два доллара чаевые я кстати не знаю вообще нужно ли здесь оставлять чаевые но учитывая что сами проходили ступеньку официантов даже если включена включены чаевые в счет неважно лучше еще сверху оставить и пациенту всегда будет приятно ну что вот так вот вы позавтракали я надеюсь вам зашел этот завтрак в комментариях друзья пишите как вам вас такой сильный ураганный ветер поднялся походу идет из стамбула поэтому камеру держу прям вниз маленький кричит ему задувает я с вами прощаюсь пишите комментарии поддерживайте выпуски лайками не забывайте конечно подписываться на канал поддерживать нас друзья все пока пришли мы значит домой открываю я пакет а там прикиньте орехи дополнительные еще положили два бокса фрукты вот эти еще вторые пироженки которые мы заказали вот то что было у нас на столе вы только вдумайтесь в это отношение и все это друзья всего лишь 900 рублей я не знаю просто в шоке вы и вы 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 вы